Мы читаем из Радхарас Суданиди. Ширатха — океан глубокого сострадания. Ширатха — океан глубокого сострадания. Она всегда омывает своих преданных потоками нектара своего сострадания. Ширатха — океан глубокого 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 сострадания. Обычно сострадание у человека плавится сердце. Но у Швирадхи плавится всё тело от сострадания. Она всегда омывается в потоках амбразиального сострадания. Потому что Кришна принял её настроение. Когда он стал Шри Чайтанья Махапрабху, Махапрабху был так милостив. Махапрабху не обращал внимания на кто-то квалифицирован или не квалифицирован. Он не обращал внимания ни на касту, ни на ашрам. Он дарил прему всем, не делая таких различий. Это и значит тело, плавящееся от сострадания. Ещё раз прочитай. Шри Радха океан глубокого сострадания и она всегда омывает своих преданных потоками нектара своего сострадания. Те, кого коснулся этот нектар сострадания, могут подтвердить это. Шри Радха – это океан сострадания. Шри Радха – это океан сострадания. Шри Радха – это океан сострадания. Тестифика, если вы хотите�ечиться, то есть следующее. Хотите значить его ? Как донут sense? ТЕЛЬНО ЗАДЫХАТИН СИГНАЛИЗАЙСКОМО? ТЕЛЬНО ЗАДЫХАТИН СИГНАЛИЗАЙСКОМ? ТЕЛЬНО ЗАДЫХАТИН СИГНАЛИЗАЙСКОМ? ТЕЛЬНО ЗАДЫХАТИН СИГНАЛИЗАЮКОМ? Те, кто не соприкоснулся, они не могут и подтвердить об этом. А те, кто погрузились в этот океан, они могут уже знать о том, насколько он глубок. Мы должны общаться с теми, кто может познать глубину этого океана, кто сам погрузился в него и знает, насколько он глубок. Все джоэли там. Ты идешь в океан, ты сам джоэлл на джоэль. Но люди, кто не спрашивают, они могут познать глубоко. Слышь, Городев, есть звук, и в микрофонах все осталось, и я не могу вас слышать. Я не могу вас слышать. Игорь Рудеф говорит, кто может достать сокровища океана, только тот, кто умеет очень глубоко нырять. Игорь Рудеф говорит, что это сокровище, насколько глубоко вы можете занырнуть, чтобы получить их. Если вы не подтвердите, вы не хотите узнать, исследуйте. Это работа исследовательства, только исследователи и исследователи требуют. Кто могут подтвердить? Здесь говорится, что тех, кого коснулся нектар, могут подтвердить это. Кто может подтвердить? Только те, кто обладают природой исследователя. Тогда вы мельт. Мельт. Потому что вы получите это. Вы увидите что-то, но вы не верите. Это не возможности, чтобы получить это. Вы получите ничего. Вы получите это. it's all the jewelries his hair, stones you start looking and rolling and melting what happened to me how much you want to bring there is a mountain you will take it out two pockets, two hands how much you can bring it out you can feel the happiness and ecstasy of that person in the ocean in the water he is melting he is melting means of ecstasy so high that he does not know how to balance it so heart is melting not only heart is melting but he is melting and that if he is coming out from the tears in the form of tears what is the problem when the heart is melting and the tears come this is the cleaning and the tears come and the tears come and the tears come когда слёзы вытекают из глаз и омывают зеркало сердца. Сейчас, говорит, у нас добавилось три новых исследователя, и они те, кто могут подтвердить этот океан сострадания, поэтому спросите их об этом. Они сомненно. Они сомненятся, они сомненятся, они сомнены, которые говорят о том, что вы думаете о том, что сделать в виду, и как найти больше, как найти больше. Всего дня нет, но только один, Голь не изменяется. But how much I can get, how can I just feel the mercy of compassion? Only details of compassion, how much is there? How much has giving tendency? How much beauty is there? Only that research is not research. I've been deep. Nobody research for good man. The information gathering. Here is a research business. What is it? Gurdjieff says, that these исследователи, которые погружаются, каждый день они погружаются в этот океан сострадания, они видят всё новое и новое. Потому что они заныривают глубже. И он говорит, что Кришну, говорит, нужно обладать природой исследователя. Кришна говорит, никому не интересно исследовать, потому что это только собирать информацию. Но когда идёт речь о океане, о сострадании, Радике, тогда они заныривают. И что они там видят? Они видят новую красоту, новую глубину. Рагуна Таска с вами говорит, её тело плавится от сострадания. Обычно от сострадания у человека плавится сердце. Но уши Радики плавятся от сострадания всё тело. Гурди, это значит, что всё тело, оно всё тело. Смотрите, всё тело. Ор., Радик. И Сунити сказала, что это значит, что она как бы вся сделана из сердца, то есть она вся наполнена чувствами. Городев говорит, да, Радика она вся сделана из чувств, поэтому она тает от сострадания. Тапта Канчана Гауранги, she is like a molten gold, and Сунити always, she is saying that heart of gold, right? And it's like all together, this golden heart is melting, and it's her color, like a molten gold. And a very good line, you see that. Baba said, only heart melts, this is the normal case, but here not only heart is melting, even the whole body is melting. What is behind that? Здесь Баба говорит, что не только сердце плавится, но и все. Before Krishna is heart melting, if you are practicing with Krishna, heart can melt. But her practice is this, that heart is melting, and whole your body is melting, because all the body and core become with the feelings. There is nothing else to feel and things. There is nothing left to feel and things. Read this line. Если вы, Городев говорит, если вы практикуете преданность Кришне, у вас тает только сердце, но если вы практикуете преданность Радики, у вас будет тает всё сердце, всё тело, потому что вся она сделана из чувств, и нет больше, что можно почувствовать. Поэтому она квинтэссенция этих чувств. Обычно от сострадания у человека плавится сердце, но... They are already in the picture, Городев. И Городев говорит, я больше ничего не буду говорить, пусть они говорят, и камеру поверну. No, Городев, we have already them in the picture. We have them double now. You can put the picture back to you. Что два, две камеры теперь. Мы в двух камерах видим. Да, да. Да, но не очень сильно. Да. 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 Да, да. Да, да. Да, да. медитация, обычно говорят, даже фальси. Саду пришёл. В саду какой-то пришёл. Нет денег. А я сказала, что вот Сунити, она иногда пишет в рада дайсе, что есть такая поговорка «золотое сердце». А радика, она как расплавленное золото. И вот то, что Горудев говорил, что она вся как будто из сердца состоит, она вся сердце. «Джананда Махарадж говорит, что если есть достаточно тепла, жара, то даже металл плавится». Горудев говорит, что это жар, это жар чувств, любовных чувств. И от такого количества экстаза даже камни плавятся. И во Вриндаване мы часто видим, как Говардхана шила с расплавленными, там, отпечатавшимися какими-то стопами, да, где радика ходил. В невозможности противостоять вот этим чувствам, которые у камня рождают стопы радики, камень начинает дрожать и плавиться. Несколько дней назад мы ездили все вместе на Радакунду и встречались там с Махантой, Радакундой, Кешевой, Махараджем. И тогда он нам рассказал одну историю о том, как Радхарани сострадательна. Аранда, Радакунда, один молодой человек посетил. И он немного crazy. Он кричит «Хейкшори! Хейкшори! Хейкшори! Хейкшори!» Он кричит. Однажды произошла такая история. Вокруг Радхакунды вдруг появился, в округе Радакунды появился человек, который вел себя как сумасшедший молодой человек. Он ходил вокруг Радакунды и кричал, кричал «О Кешори! О Кешори!» Махарадж сказал, что это было ночью, в полночь. Так или иначе, сама Радика оказалась в полночь на Радакунде. И она спросила Лолиту и Вишаку, что это за человек, который так громко кричит. И Лолита или Вишаку пошли разузнать, что это за личность. И Лолита узнала, что этот человек недавно потерял свою жену, и поэтому он так громко кричал и плакал. И Лолита поняла, что этот молодой человек, что он назвал имя своей жены, и её звали Кешори. И Лолита вернулась к Суамине, Радхарани, и сказала, что Суамине он называет его жену, whose name is Kishori. Лолита вернулась и сказала Радхарани, «Знаешь, он зовёт не тебя, а его жену звали Кешори, и она недавно умерла». И Радхарани сказала, «Нет!» В Радхарани сказал, «Нет, это неправда, во Врадже есть только одна Кешори, это я, это моё имя». Кто бы ни сказал Кешори, это он зовёт меня. «Я просто обязана дать ему милость». Тогда Радхарани дала приказ Лолите, «Пожалуйста, позови его сюда». И тогда этот человек предстал при Радхарани и пал к её стопам. Радха настолько сострадательна, даже если Кришна услышит лишь первый слог её имени — Ра. Слыша имя Ра от кого-то, Кришна впадает в экстаз, а слыша «да», «ха», он начинает просто бежать за этим человеком. И имя Радхарани настолько привлекательно, что Кришна не может утерпеть, и он просто выходит из берегов, когда слышит это имя от кого-либо. Кришна привлекает всех, всю Вселенную. Но кто привлекает самого Кришну? Только Радхарани. Только Радхарани способны привлечь самого Мохана. Потому что она полна чувств, полна любви и полна сострадания. Поэтому Радхарани называют Махабабой. Продолжение следует... Радхарани. Продолжение следует... Джейнанда Махараджи очень хорошо объяснил, а Гуру Дефу тоже коснулся наших сердец. Что значит строчки Махабхава Сварупини Радха Такурани? Это значит, что всё её тело сделано из эмоций, но из самых сильных эмоций, из Махабхавы. И нам иногда очень сложно понять, что же это значит иметь тело, сделанное из самых возвышенных эмоций. И поэтому Баба объясняет нам, что обычно от сострадания плавится сердце, но у Радики плавится всё тело. И то, как я это понимаю, то, что сердце может быть тронуто. Если мы находимся в материальном теле, можно тронуть лишь наше сердце. И что в нашем материальном теле, которое мы видим, которое сделано из кожи, костей, мышц, что для нас доступно только сердце наше, оно чувствительно, оно может таять. Но Бабхава Деха, или Махабхава Сварупини, оно полностью сделано из кожи. Он полностью сделано из кожи, из кожи, из кожи, из кожи. Но нужно понимать, что Бабхава Деха, тело Радики, оно сделано из чувств. Каждый атом её тело пронизан наивысшими чувствами. И если что-то приходит в контакт с этим телом, то это же самое. И если что-то приходит в контакт с этим телом, кого-то касается вот это тело, где каждый атом сделан из чистых, самых сильных эмоций, то это передаётся вот этому, вот этой Личности. И он погружается полностью в эти чувства. Есть разница между концепцией сострадания. То есть концепция сострадания, она обычно связана с телесной концепцией, очень плотной. И эта концепция также касается вот этого ощущения, что моё сердце тает от сострадания. Но есть и другая концепция, когда тело сделано всё из Бабхавы, то как Сунити говорила, что получается, что это всё тело, оно как бы из сердца состоит. Нет разницы между сердцем и между телом. Поэтому неудивительно, что когда тело сделано из высочайших эмоций, и все, кто соприкасаются с этим телом, они все начинают таять. И даже камни начинают таять, наши сердца, которые порой сделаны как из камня, они тоже начинают таять от этого. И поэтому так важно общаться с Расика Вайшнавом, потому что в соприкосновении с ним мы сможем тоже растаять. Продолжение следует... Продолжение следует... И Джейнанда Махараш сказал, что Радхарани — это Чинтамани. Что значит Чинтамани — думать? Понятие Чинта связано с умом, это значит думать. Нет у ума и нам нечем думать. О чем я думаю, что я практикую, о том я и думаю? О чем мы думаем? О том, что для нас естественно? Что мы делаем? Чаще всего о том мы и думаем. Обычно всем нам на ум приходят материальные вещи. Почему у меня там результат какой-то не пришёл? Всё это под воздействием ложного эго происходит, что мы получаем какой-то нулевой результат. Чинтамани — это означает «чинтамани». Ну а что такое Чинтамани? Это камень, который исполняет желание, да? То, о чём мы подумали, то и происходит. Чинтамани — это «чинтамани»? Так что если вы думаете о адхахахаха, то вы получите это, чинтам. Вы получите то, что вы увидите, что результаты вы получаете. материал и you think then you will get it you want to do that you got the chintamani if you start thinking to Radhika so Radhika is thinking in the thinking if you put Radhika she will give you chintamani bless automatically what you will think you will get it so that chintamani means you never leave it from our thinking and what does chintamani that you never never leave it from our thinking this is the beauty of thinking of Radhika material spiritual anything you will think it will get it you care for what you are thinking Radhika Radhika meditiруя на Radhika вы получите всё потому что она камень chintamani вот эта красота размышления о ней но будьте осторожны если вы будете думать о материальном она также вас этим может это вам может дать и вы получите говинда махиньи можно вопрос little question вот я иступи говинда махиньи вот ну как бы я слушаю вот такое качество о чём говорили да наши вайшнава вот её расплавленность да И от того, что она плавится, не только её сердце, её любовь, даже и тело её плавится. Мне кажется, что её плавность этих движений во всём, в мыслях, в любви. Она не просто, знаете, как ветер перебегает. То есть она вот такая, видимо, это от этого качество, её расплавленность. Расплавленность или премы, махабхавы. Радоговина, он也 пишет что now, когда он слушает как Радика Esb Grant, openingажет execlor Симпسم весь связь, всё в принципе, всё вязание, 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 всё так напряжённо. Так что её движения больше не могу, как розов deepen, Она полна чувств, она топит наши сердца подобными камням. Аре, what about her? Аре, Бриндаван! Бриндаван! Бриндаван is the place of Radhika. Only you live in Бриндаван, it starts happening to you. And if you think for Radhika, be careful for your thinking, because what you think will happen. So forget to think materially. Only think for her happiness. To her, only her, only her, not move outside of her. What will happen, if we will live in Vrindavan? I can say, what you think, come to Vrindavan and take, it will happen. Everything will happen, what you will think in Vrindavan. This is the south, this is the land. It's a divine land, bound with our. It's a deep river now. What you will think it happens, why Radhika? When you think for Radhika, you've got the Siddha. Thank you very much. Vrindavan – это земля Сiddha. Это полное совершенство земля. Вот этот Bauma Vringavan, это проекция Divya Vrindavan. Он также здесь находится, поэтому всё, о чём вы здесь будете думать, если вы будете сосредоточены на Radhika, то всё случится самым наилучшим образом для вас. Все желания исполнятся. I feel like no, no, I have to dive in now. I'm in Vrindavan, I have to give everything. It's no sleep, rest, eat, relax, sleep. Because, as Gurudev said, this is the sacred land. Sorry for translation. Yes. И когда Гопинат говорит, что обычно, когда кто-то приезжает во Vrindavan, он, Gurudev, сразу говорит так, успокойся, расслабься, спи, принимай просад, ещё спи, спи достаточное количество времени. Обычно паломники приезжают, им сразу хочется очень активно включиться, по рикраму, активность проводить. Но Gurudev говорит, нет, успокойтесь, расслабьтесь и никуда не бегите. Потому что Горudev объясняет, что эта земля настолько священная, настолько пропитана милостью Радхарани, что всё случится, обязательно всё устроится. Продолжение следует... И мы обычно думаем, что вот мы приехали во Вриндаван, мы должны тут же больше баджана совершать, больше повторять, больше усилий прилагать. Но если следовать совету Gurudev и расслабить свой ум, и самим расслабиться, и погрузиться в созерцание Рада Мохана, в их милость, то тогда как бы эта милость придёт, и всё случится саму. И ещё вот Джайанан даже повторил эту историю, которую нам рассказал Моханта на Радхакунде. И он ещё сказал несколько слов, что даже если на Радхакунде кто-то спит или лежит, то Радхарани говорит, ой, посмотри, он предался мне, он вот кланяется мне, он мне предался полностью. А если кто-то просто вот ходит голодный, у него нет денег купить пищу, то Радхакунда тает от сострадания, она говорит, посмотрите, он же для меня постится. И спит в Вриндаван, когда я думаю о это, я думаю всегда о моем Гора Сундарвейе, потому что он тоже на Сундарвейе. Радхарстандер, не Си Доминус. Can you translate this? Не Си Доминус. Что за латин? Если кто-то, что Господь дает все реализации в утрене, то кто-то, 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 то есть и Гопинат говорит, что когда я слышу совет «Спите во Вриндаване», «Спите нормально», то мне приходит на ум мой Бая, Гаура Сундара, и то, что обычно он тоже говорит, что во сне Господь дает реализацию обычно тем, кто о нём размышляет. Так, у меня что-то смотрит. Интернет снова в Мунгер Манди. А, в Мунгер. Я думал, что это мой интернет, что-то, кто-то, 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 потому что он был в этом mood для того, чтобы делать, делать, делать за очень-очень время. Я сказала, что мы когда тоже первый раз приехали в Мунгер Мандир, ну и как обычно, да, паломники приезжают и сразу начинают обходить Вриндаван, сразу вот браться за активную такую деятельность. Городев, он тоже сказал, он спите вообще, не вставайте на арати, он даже нам сказал, просто спите, вот, ну высыпайтесь. И для нас это было тоже. Мы очень удивились такому совету, но теперь мы знаем его настроение. Городев is back. Yeah. What is meaning of sleeping? It means relax. Что значит спать? Это значит расслабиться? What is meaning of Saya Seva? Saya Seva in our city means how to make relax to them. That is Saya Seva. И есть особая Seva в духовном мире, которая Seva, чтобы расслабить, да, чтобы вот подготовить к расслаблению. It's the best I use Saya Seva. To make to relax to someone is the best. Automated things start flowing air. И это наивысшая Seva на самом деле помочь кому-то расслабиться, потому что когда мы расслабляемся, сразу начинает течь поток каких-то размышлений. Again, some cut. It's so nice how Gurudev is connecting it with our eternal service for Radha Mohan to make them also relax because they are also in tension. Our Shemata Radhika has the mother-in-law and sister-in-law and Krishna has to always sneak out from Nandagaon. So they also need to be relaxed in the mantra. They also help them to relax. Mm, Jai. И Саните говорит, что смотрите, как здорово, вот Gurudev, он всё связывает с духовной Seva, потому что Radhika и Krishna, они тоже всегда напряжены. Смотрите у Radhika, насколько у неё суровая жизнь, там у неё и свекровь, и сумасшедшие все эти родственники, и сколько им нужно всегда прилагать усилия Кришна. Вот каждый день он пасёт коров, бегает и ходит, и тоже всегда напряжён. И манджария, они помогают им расслабиться. Это наивысшая Seva, поэтому говорит Gurudev, это расслаблять, да, и вот помогать успокаиваться. And now Ananda does writing in the next that relaxes too. And I think, yes, we can be relaxed, you know why? Because they are connected with us and we are connected with them. And even that feeling can make us so happy and so relaxed. That is an eternal connection. It cannot even be cut by internet. And in this kind of confidence, good if always says this is the higher form of Shraddha, then this Nishtha comes, then all the flow is happening. And we are in Rindavan, even if our bodies are in Russia or in Germany or in Japan. And this is the mercy of Shri Mati Radhika, of Gurudev, of all the Vaishnavas, that they are helping us with this deep understanding of feeling of this flow of love of Shri Mati Radhika is all pervasive, actually. And Gurudev нам объясняет вот эту милость Shri Mati Radhika, которая не знает границ. То есть он нам всегда это вводит нас в эту реальность милости Radhika. So lovely. I actually wanted to read some more about Gurudev and all the Vaishnavas got so excited. Я, говорит, хотела больше прочитать, но Gurudev совсем, как сказать, в эксотическое состояние вошли еще в Ашнавы, там тоже настроение его поддерживают, пахтают. So I will read the next sentence that Shri Mati Radhika always bathes in streams of ambrosial compassion. Shri Mati Radhika всегда омывается в потоках амбразиального сострадания. And because Krishna accepted her mood when he became Shri Chaitanya Mahaprabhu 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 is so merciful. Из-за того, что Кришна принял ее настроение, когда стал Shri Chaitanya Mahaprabhu, он и был так милостив. Mahaprabhu Mahaprabhu does not consider who is qualified or unqualified. И Mahaprabhu не обращал внимания, квалифицирован кто-то или не квалифицирован. He gives prema love of God without making any distinctions. И он дарил прямо всем, не делая никаких различий. That is a body melting with compassion. Это и значит тело, плавящееся от сострадания. Именно Радха является сокровищницей сострадания, а не Кришна. So isn't it so special that we have this good fortune? We are so blessed that we can still feel Maha Prabhu's compassion because it's completely golden love of Shri Mata Radhika that is distributing by his appearance now in this Kali Yuga. И посмотрите, разве это не удивительно получать всю эту милость Махапрабу, которая всё ещё нам доступна, потому что он не так давно приходил. Это золотое свечение, золотое настроение сострадания Radhika, доступное только в эту Kali-Yuga, не во все Kali-Yuga. And Shri Mata Radhika's body is golden and that's why Jaitanya Mahaprabhu also accepted this cover of this protection of her golden love. И Махапрабу был золотистым, потому что сама Radhika дала ему эту оболочку, чтобы защитить его своей любовью. And lately I have noticed in my own meditations that like Gurudev said if we meditate on the colors, this is very effectful. For example, this golden color of Shri Mata Radhika or of Chaitanya Mahaprabhu is also we see it in the sun which is so attractive when the sun goes up, when the sun is rising. And that's why everyone, every soul is so attracted to the sun and the rising of the sun. It's like getting out of the darkness and coming into the light. So everyone, everyone, who would be attracted to the It's kind of symbol that we are from darkness coming to the light. And sometimes we see pictures of the holy saints. They also have this golden circle on their heads or their aura is golden. It's all this compassion. It's all this divine love of Shri Mata Radhika that is also blessing them in their service. And we see often on icons that вокруг голов святых are golden diamonds which also are this golden aura that is their suffering which was their love that Radhika was them. And in Rindavan even if you're such a holy person or if you're not that Shri Mata Radhika will accept all services all kinds of surrender that is even sometimes not surrender. And Radhika настолько удивительно что в своей обители во Vrindavan она принимает не только святых не нужно быть святым чтобы она тебя увидела заметила и приняла даже она принимает то что в принципе не является например преданием она все равно это трактует как предание и принимает that sleeping and eating and all these little things of our lives become blessed и все эти наши мелочи жизни да сон еда все это во Vrindavan неблагословлено that's why we can relax and when we are relaxed we can receive we can go deeper in our own diving in the ocean of this love и поэтому вот расслабляюсь мы можем получить больше потому что мы можем глубже занырнуть в этот океан ее любви и сострадания that is also one very beautiful thing when we come to Vrindavan especially to come to Gurudev he always is looking first of all how much we are in this mood of Shema De Radhika и когда мы приезжаем во Vrindavan что делает Gurudev первым делом он смотрит проверяет нас насколько мы находимся вот в этом состоянии так же Мати Радике такого же настроения как у нее means means caring and sharing and relaxing what means scaring scaring caring caring yes caring sharing and relaxing it's it's Radhika's mood right yes и Gurudev проверяет нас вот Suniti говорит да что это забота делиться да желание делиться и расслабление вот это настроение Радики и Gurudev проверяет насколько мы находимся в них потому что она она очень full of love that you know like her movements sometimes they are compared to walking of elephant because the elephant is very big and they walk very gracefully everything is like in a flow right 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 they are like bouncing yes they are like in this you know very soft flow of movements and Radha Govinda he was mentioning this also this idea how she is this this is this idea that there is so much shimati radhika so full of love and so full of feelings means you have to be relaxed otherwise you are in stress right and we know this when stress feeling come then love feelings will go far away and sunniti говорит что радику часто сравнивают со слонихой ее походку почему потому что она так переполнена этой любовью слоны они почему так ходят они медлительные их движения плавные потому что они очень очень большие поэтому они двигаются очень осторожно они как бы раскачиваются а радика она наполнена таким большим количеством любви что ее движения также они очень медлительные и очень элегантны и вот об этом же говорил и радха говинда тоже что она из-за того что она как расплавленная она тоже движется очень элегантно и вот эта комбинация расслабления и глубины вы можете это сами испытать если вы приблизитесь к Гуру Деву особенно когда он в этой своей подземной комнатке под божествами в Мунгер-Мандире и это расслабление оно не похоже на расслабление вот эту лень тамагуну когда человек просто забывается просто хочет отключиться от всего ничего не чувствовать и вот это расслабление вот эта мягкость это готовность сердца что-то получить это как держать без ни effort как когда ты хочешь списать глубже Гуру Деву сегодня И Гурадев сегодня с утра сравнивал это погружение с обычным погружением под воду, когда ныряльщик хочет добраться до сокровищ, которые находятся на самом дне, ему нужно задержать дыхание, ему нужно очень глубоко вздохнуть, задержать очень много воздуха, чтобы нырнуть поглубже. Насколько я чувствую, что вот это задержание дыхания — это не наше собственное усилие, это результат милости. И именно поэтому Махапрабу не смотрел, квалифицирован кто-то или неквалифицирован, какого он пола, какой он касты или ашрамы. И поэтому эта инкарнация самая-самая милостивая, потому что это сама Шримати Радика пришла. И когда мы идем к Вриндавянам, мы находимся в Вриндавянам, они становятся так, что они могут помочь, которые приходят из этого личного сознания, как меня. И всякий раз, когда мы приезжаем во Вриндаван, те вайшнавы, которые там живут, они помогают нам погрузиться в это настроение, расслабление и милости в эту золотистую ауру. Потому что вот Сунити говорит, когда я уезжаю, я немножко выпадаю из этого настроения, и когда приезжаю, мне помогают снова войти в это настроение. И в этот раз, когда мы вот недавно были вместе с мужем во Вриндаване, декабрь-январь, мой муж, он чувствовал, что даже во сне он получает благословение. И служение Гаурасундары было находиться, с Гуру Дэвом с двух до четырёх часов, когда обычно Гуру Дэв отдыхает, и мы выключаем все огни, все двери закрываем, чтобы его никто не беспокоил, чтобы он мог отдохнуть. И Гуру Дэв вот сегодня только подтвердил, что это не просто, да, что это наивысшая Сева, Шаян и Сева. И это Сева, которую в Духовном мире совершают для Радхики, а мы можем это совершать для наших близких, да, чтобы их расслабить перед сном. И тогда, когда это Сева, который был в правильном порядке, в правильном порядке, или в правильном порядке, в правильном порядке, многие вещи происходят внутри, без даже нас не знали. И я просто, ну, точнила эту мысль Гуру Дэв и на прошлом зуме говорила, мне она очень тоже запала. Гуру Дэв говорил, что если мы все наши повседневные обязанности будем делать в памятовании нашей Вечной Сева, которую мы хотим Радхики совершать, то нам, ну, даже если мы это делаем, да, там, с детьми, там, да, с близкими, то нам могут приходить настоящие реализации духовные. И, конечно, самое замечательное, если все мы эти служения можем совершать во Вриндаване, но даже если мы находимся не там и мы каждые наши ежедневные обязанности связываем с духовным Вриндаваном, то ведь это и называется Бхаджана Кри, да? И Радхика, она наполнена чувствами, и она чрезвычайно разумна, и она может вдохновить нас, как совершать свое служение и как связать это служение с Ним. Yes, my husband also wants to share on his experiences with that. No, very nice, please share. Даура Сутера тоже хочет поделиться, рады-рады. Я, говорит, тут послушал, что постоянно говорят о том, что я только спал во Вриндаване. I'm not only sleeping there. Ну, я, говорит, не всегда там спал, только спал. Но сон во Вриндаване означает по-настоящему пробудиться. Во Вриндаване все. Во Вриндаване всегда звучит маха-мантра, песнопение, все эти звуки, все это. И даже смело о Гурадееве. Вриндаване – это واи полиifts в этой свята святой атмосфере. Снулость… Что это смело? Снулость? Неб? Как фи-каке, а ки-каке. Да, смелость. И даже, говорит, храп Гуру-Дева – это частичка вот этой удивительной атмосферы в Гриндауэне. Я не знаю никакого другого места в мире, где есть такая же атмосфера, которая будет вдохновлять наши сердца. И благодаря этой атмосфере мы получаем от Гуру-Дева ключ. Это ключ, который открывает наши сердца и даёт нам связь с Радикой. И это даёт нам это понимание, что нам нужно какое-то место в уме, которое было бы свободно от ложного эго. То место, откуда мы могли бы непосредственно попасть в Радикину кунжу. И просто благодаря тому, что мы близки к Гуру-Деву, мы можем получить вот это удивительное место, благодаря которому можно связаться с Радикой. Мы видим, что с нашими братьями и сёстрами произошло за месяц, за последний месяц. Это позволило нам не обрести какие-то знания, но раскрыть свои сердца. Потому что связь с Радикой, возможно, не через ум, но через сердце. Я могу вам точно сказать, что спать во Вриндаване – это самое лучшее, что мы можем в своей жизни сделать. И я желаю вернуться как быстро, чтобы больше спать. Я говорю, жду с нетерпением, когда же я уже вернусь обратно, чтобы ещё поспать там. Спасибо, родина. Спасибо, рано. Мы перемещаем другуюetесь сюда. и мы сейчас, говорит, сердцем с вами в этих ваших трансформационных делах, которые сейчас происходят. Поэтому мы все одно, все связаны, все соединены. Это тест на нашем духовном пути, где мы находимся, на какой диспозиции. И если мы находимся на уровне души, то мы все одно, и нет между нами никакой разницы. Потому что души, они у всех души. И осознавать это, это значит как раз пробуждение, не спать, пробуждаться. И мы видим, что такое спать во Вриндаване, что значит бодрствовать, просыпаться. Сейчас все просыпаются в этом материальном мире потихоньку. И мы должны смотреть, где мы находимся под контролем Маха Майи, которое повелевает гунами. Либо мы находимся под юрисдикцией Йога Майи и находимся в своём сознании души. Если мы делим на друзей и врагов, то значит, мы в телесной концепции в этой Маха Майи. Ну а если мы всё равно всех принимаем, да, как души, просто кто-то спящий, да, но всё равно мы ко всем относимся с любовью, то значит, мы на верном пути. Итак, все наши любимые ощущения с тобой в Украине или Россию, или где-то, Литвенея. Мы не различаем в этом способе. Мы всегда, и мы надеемся, чтобы прийти к вам как-то, как-то, как можно сказать. Да, мы ждем за вас. Actually, мы не различаем, потому что Россия и Украина, это как-то, как мы делаем, мы родители, мы родители, То есть, вы знаете, это все эти политики, которые хотят нас, чтобы мы поделиться. Но мы были в доме, все вместе. И мы, как Белоруссия, Украина, и Россия, это как-то, как мы делаем. So, really. Да. Yes, Germans, also. Yes, and Germans, they're like, how to say, ancient Slavic, they came from Germany to Russia, really. So, Germans, really, we are, we are one. 100%. yes who is judging who is dividing i don't know because we are feeling that we are one and actually in ukraine many many devotees they like sadhu maharaj can you imagine yeah they know him and they love him they put him on the altar i didn't know myself but one bhakta from kresnodar sangha from our new sangha he told me oh but in ukraine many like sadhu maharaj i was like what wow yeah so this is now a time we have to be very aware and very eager to growing in our spiritual path we feel that time is not unlimited we have a limited time and when we can grow right our time is not unlimited and gaurasundara говорит что нам нужно сейчас расти и понимать что нужно как сказать время что она не вечно что мы должны расти объединяться но я добавила от себя что как бы ну в мире это да говорят что вот это все все мы все разные да нас пытаются рассоединить но мы все всегда одно были все славянские народы и украинцы белорусы русские все считали все росли в одной культуре на одних фильмах мультиков в школах играли друг с другом и прочее то есть мы все одно а они говорят что и немцы тоже типа с вами и действительно наши славянские корни славянские племена жили именно в германии в тех местах и они потом пришли соединились со славянами в на нашей территории вот на евразийской вот этой вот поэтому мы реально все вообще и с немцами мы братья из а уж особенно с нашими ближайшими на эпохи она всех нас сохранит да на обо всех нас позаботиться потому что она наш начальник, она за нас берет ответственность. Now our new center here, Radhika's Prima Yoga Center, is finished at all. Maybe some days more, but it's already finished. And we can do some programs here and we will make a... You have this? Aurauguration, inauguration. Inauguration as soon as possible and when Jayananda will come, we can make the first festival there. Small festival. What is this center? Is it in your place? Yes, we have one renovated old house. Only devotees are living there. And in the basement, it is similar to the Gurudev's basement. And so we renovate it and then we will decorate it in the way like a Gurudev's place is. And this is our new center there. Prima Yoga is our teaching. And all of you are welcome there. And all of you are welcome there. on our place here. We make everything fine for you. И говорит, всех вас тоже приглашаем в наш новый центр. Мы, говорит, о вас позаботимся. Shayan Seva to make everyone comfortable. Yeah. Будем совершать для вас Shayan Seva, чтобы каждый мог расслабиться и чтобы ему было комфортно. And we will make also two sleeping places there. И также сделаем там места для отдыха. Да, для сна. Jai. We can do this special yoga what is Gurudev teaching. Будем следовать учению Gurudeva, вот эту особую йогу. Thank you. Jai. Thank you. Gurudev is not coming back. I don't know. They forgot us. They left us alone. I was writing to Gopinath, but no sign is coming. So now it's 10.20. Yes. In our time, it is 8.20. 8.20. Thank you, Suniti. Gaurasundara. It was very useful. Thank you. Now we are inspired to sleep more, you know. You know the trends. Trends, no? Yeah, yeah. Вы говорите, нас вдохновили больше спать. We are planning to go to Vrindavan and we are planning to take our son. He is 5 years old. And yesterday we were talking, you know, we will not be able to relax with him. but now we think with some mercy we will be relaxed. I don't believe. And when? When are you going to come? Yes, I saw your son. Very nice. You see, so many children are there in Munggermandia. They are all included also. So, yeah, yeah, yeah. We are planning to go when? End of March. Wow! 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 In the end of March Rada Priya will be with my husband and with my family in Munggermandia. So, if anyone else is going to you can translate and all of you will be together. You will be together. Beautiful. All devotees will be very happy and Gurudev will be very much, you know, so overwhelmed by all of your love if you are coming there. He always speaks about the Russian devotees and the highest feelings. When we say Russian devotees we also mean this Ukraine and Belarus and whatever. And Armenian. Armenian also. Armenian and I don't know all these places there. Yes, Rada Priya she is doing so much seva for us, really. She is feeding us with the translations of Gurudev Katha and everyone is so grateful. Really, she is helping a lot. Yeah, so nice. Wow. Thank you for all your love saver and your feelings and please when you go to Munggermandia then also pray for us that we can come back soon. It will be my first time in India I never was there. She is happy. She is happy. that she is the first time to go to India and that she was not there. She is happy. We will pray that I really would like to meet all of you there. Yes. First time is always special. You will you will definitely feel the magic my first time was something crazy something crazy magical because this you know this changing of the reality it's always a shock when someone from abroad is coming to Vrindavan it's a little bit cultural shock but in my case I was like I don't know it's I think by the mercy of Radhika and Vrindadevi I was like in because our first ashram was you know the most cheapest the most like crazy without windows without anything and I was a little bit like but I was you know I was so happy inside and for me everything was like I don't know like a joke like something incredibly how to say like a joke I don't know but I was really happy and now when I'm when I'm trying to by my mind to recall this I from where these feelings came of this unconditional happiness just happiness just I'm I was okay in this cave without anything without water and almost sleeping on the floor it was first time I came no comfort at all but I was satisfied I don't know why so it's a mercy really and many many things very magical happened there and I met Narayana Maharaj like at once I don't know I didn't do anything myself but it was like arrangements everywhere and I was just like like watching 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 yes yes so I think Farada Priya also will be like this she will feel this that she's like watching and everything is happening outside for her wow in which part of Germany are you staying west side west side west it's one hour from Frankfurt close to Luxembourg you're not so far away we can visit you sometimes yes easy please come to Munich it's like 500 kilometers not oh wow 250 300 I think wow that's very close около Frankfurt and they say that we're very close to you and we can come to you to visit to visit and I told you that we want to meet you everything is here we want to meet you to meet tell you that when I first arrived that it was no comfort that we actually first trip to Warrindau just where it was in the place it was a cultural shock it was a shock it was something it was it was it was it was it was very light настроение, принятие всего с каким-то очень легким чувством внутри, счастливым. И вот я рассказывала, что я ничего не делала, я ничего не знала, все вокруг само разворачивалось, и даже встреча с Нарайной Госвами Махараджем, с нашим Гурудевом тоже произошла абсолютно случайно, и как будто все было разыграно. Хотя я ничего не знала даже тогда, только про сознание Кришна узнала, а все вот так вот разыгралось, поэтому я сказала, что Радапри тоже наверняка она это почувствует, вот этот первый приезд во Вриндаван, он всегда особенный. I just want to ask, when Jananda Maharaj is coming to Germany? What time? What period? On the 6th of May to the 27th of May. Oh, I don't know, we will see, maybe if there is enough money and time. Yes, please, consider to come. That will be a very nice tour, yes. So, if we come, we have a place to stay then, okay? Of course, for sure, with our house, but when we are traveling, we cannot guarantee, because we are only, we are traveling from the 9th on, you will be here for three days, the weekend of the 6th, 7th, 8th and 9th, and then we will travel to different places. Okay. But if you want to come here in our place, there is no problem with the accommodation, but let us know in advance. Yeah, but we also have to see, I'm just asking. Yes, very good. Okay, thank you. Thank you. Bye, Rade. Rade, Rade. Rade, Rade. See you on Croatian Zoom. See you on Croatian Zoom. 2 hours. See you in Redavon. Always. See you in Redavon. Rade, Rade. Rade, Rade. Rade, Rade, Rade. Rade, Rade. Thank you so much. Thank you so much.